Большая часть посетителей сайта попадают на главную страницу, поэтому на главной странице интернет-магазина обычно рассказывают о текущих акциях и предложениях, о популярных товарах и новинках. В теме WooCommerce для главной страницы предопределен специальный шаблон, состоящий из пяти блоков. Название и описание интернет-магазина, категории товаров, новинки, популярная, «Лучшая цена». Сейчас на главной странице сайта по умолчанию выводится демонстрационный пост, который был создан при установке WordPress. Чтобы главная страница обрела презентабельный вид, создадим специальную страницу и назначим ее главной. Для этого в панели управления сайтом добавляем новую страницу. Выбираем шаблон «Главная страница», загружаем изображение. Это изображение будет служить фоном для блока с описанием нашего интернет-магазина. Главная страница создана, но по основному адресу сайта по-прежнему выводится демозапись. Назначим главную страницу в настройках WordPress, заодно изменим слоган сайта. В разделе «Настройки» в меню «Общие» изменим краткое описание, а в меню «Чтение» выберем пункт «На главной странице отображать статическую страницу». На главной странице теперь все понятно и аккуратно. Наведем порядок в каталоге товаров. Добавим боковую панель с основными категориями. Добавим боковую панель через визуальную настройку или как его еще называют «Кастомайзер». В боковую панель добавим виджет категории товаров. Изменим расположение панели с помощью «Разметки». В каталоге товаров уменьшим количество товаров в строке, чтобы товары смотрелись крупнее. В одной из частей курса мы говорили, что когда страницы сайта наполняются информацией и становятся длинными, возвращаться к началу страницы неудобно. Поэтому часть ссылок на востребованные страницы дублируем в нижней части сайта. Нижняя часть сайта называется «Подвалом». Добавим подвал сайта через «Кастомайзер». Для этого выбираем «Настроить внешний вид». Выбираем виджеты, которые разместим в подвале сайта. Поиск товара Информацию для покупателей Информацию для покупателей Социальные сети Контактные данные И контактные данные Подведем итог Мы настроили главную страницу, добавили боковую панель в каталог и добавили подвал сайта для более быстрой навигации. В следующей части мы рассмотрим добавление фильтра в каталоге товаров. С помощью фильтра товаров мы помогаем покупателю ограничить выбор по определенным условиям.